Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сегодня поделиться радостью. Готова моя очередная, не самая маленькая работа. Почти год назад, под празднование Нового года, под встречу 2016 года, сын подарил мне набор от Белоснежки. В красивом пластиковом пакете я получаю подарок. Никогда ранее я с Белоснежкой знакома не была. Размер работы 54х44, входит цветная символная схема H на 8, в листочках нитки мулине, 2 иглок и канва Аида 14. Сюжет мне очень понравился. Спросила сына, почему именно такой он. Сначала сказал понравился, а потом, наверное, посмотрев на стены, почему-то позже он говорит, потому что любишь вышивать домики, лебедей, цветы. Вот здесь абсолютно все. Да, действительно, домики я у Тихой речки вышивала, лебедей Риолис, лебеди Прага. И цветы я вообще готова вышивать постоянно. Очень мне сюжет понравился, и я начала с ним знакомиться. Мне предстояло одолеть аж 8 листов схемы, которые были даже собраны в книжечку. Конечно, это было впервые, но тем не менее я не хочу уже больше шить маленькие работы на данный момент. Я не испугалась, что 8 листов. Я испугалась того факта, что если абсолютно все листочки передавали друг другу эстафету, прям 6-й перенимал эстафету, 5-й, 7-й, 6-й по номерам рлиновки. А вот второй лист заканчивался первой, а второй начинался только вот отсюда. Вот такой фрагмент у второго листочка был потерян. Потому что схеме, я схем показывать не буду, говорить нельзя, каждому листочку был посвящен отдельный лист. И вот у второго произошло смещение, и вот такая часть труба и чуть-чуть крыши. Его не было. Я представляла картину, где вот этого фрагмента не будет. Я, конечно, подрастроилась. Даже мы хотели видеоролик обращения записать к рукодельницам. Может быть, кто-то делал, может, кто-то поможет, вышивал. Но сначала захотел посмотреть в интернете, потому что, ну, мало ли, найду эту схему. И тогда я поняла, встретилась я с тем, что этот набор от Белоснежки аналог набора, аналог Димовского набора. Если здесь называется Завод лебедей, то там он называется Сумеречный мост. Можете смеяться, можете нет, не знал. Я до этого таких фактов впервые с этим встречаюсь, потому что вообще с Белоснежкой дело не имею. И вообще не считаю себя таким профессионалом в вышивке. И у него, по-моему, в Димовском наборе не 8 листов схемы. Я не помню, сколько, но я не смогла найти вот этот вот кусочек. Потом меня осеняет, что вот здесь абсолютно и на упаковке, и на каждом листочке схемы написано адрес. Почему-то я подумала, что адрес производителя, хотя понятно, что вот именно те, кто торгует этот адрес электронный. Я выслала на него сообщение с просьбой вот каким-то образом выслать мне лист номер 2, потому что в нем отсутствует фрагмент схемы. Я показала наглядно, что абсолютно все схемы как бы передают друг другу эстафету, а вот и второй лист, он имеет выхваченный фрагмент, что если так можно сказать. Мне тоже пришел ответ, что мы связаны с производителем. Так, надо меня точно дошло, что это лишь торговая, ну, адрес электронно-торговой марки, наверное. И не успела я еще расстроиться, подумать плохое. Думаю, сейчас я говорю, время будут тянуть, потом скажут, извините. Так мне тут же был выслан лист номер 2. Я очень-очень обрадовалась, потому что теперь у меня был полный действительно комплект, и могла я приступать к вышивке. Я подождала, когда я закончу роза ренуара. Я человек одного процесса. Ну, сейчас иногда получается, что двух. Ютуб портит. Но так я не берусь за большую работу, пока не доделаю предыдущую. Я доделала роза ренуара и стала вышивать эту работу. Работа предполагалась выполнять крестом и полукрестом. Причем полукрестом гораздо больше. Я не люблю выполнять полукрестом, как-то не мое. У меня работу ведет и все. Поэтому где крестом, там я оставила, естественно, крестом, а где полукрестом, я посмотрела. Вот, например, полукрест в 5 нитей. Тут уж я ничего химичить не стала. На это даже знак обращать внимание можно не обращать. А вот там, где полукрест 4 ниточки, я его заменила на крест в 2. Ну, чтобы количество ниточки расходовалось и это же самое. Ниточек хватило всех, очень много осталось. А вот номер 2, 9 и 30 были на грани. Буквально, вот, я не знаю, еще чуть-чуть. Я не люблю, как вышиваешь и не хватает ниточки. И вот 2, 9 и 30 я записываю, чтобы потом сказать. Их очень мало было. Схема мне не понравилась. Она настолько яркая и рябящая, так сказать, в глазах, что мне вот хотелось обратиться к производителю. Пожалуйста, пожалейте наши глазки. Схему можно сделать чуть-чуть, наверное, поспокойнее, что ли. Хотя вот подруге моей схема понравилась. Но нам обеим не понравился тот факт, что французские узелки здесь очень много. И бэкстича, и французских узелков. Вот, я не знаю, видно или нет, очень много желтых значков. А вот тут можно разглядеть едва заметные желтые точки. Это не что иное, как французские узелки. Я не понимаю, почему здесь нужно делать их желтым на фоне том, где много желтого. Я сломала глаза буквально, пока их находила. И это не единственный момент. Вот тут, например, красные точки. Понятно, все видно, все хорошо. Но вот тут желтые, попробую разглядеть. Вот еще один момент. Опять же, там, где много желтых значков, желтые точки. А здесь красные значки имеются. Но они соответствуют другому цвету. Зато, пожалуйста, красные значки. И если я вот здесь, где красного нет, эти значки вижу, то как мне разглядеть их? С трудом. Ну, прям я вижу, вот он значок, вот он значок, вот он французских узелков. Я, конечно, понимаю, что, может быть, я не знаю, зрение наше проверяли, тест на внимательность тоже, может быть, не знаю. Но не самое лучшее впечатление оставил вот этот факт. Вот в итоге, что получилось. Мне очень понравился результат. Я читала много отзывов, и все говорили, что вышивать долго, схема очень напрягает, но результат потрясающий. Я сейчас не буду сравнивать вообще, да, мне кажется, даже некорректно, результат белоснежки и димовского набора. Я... Всем все понятно, достаточно сравнить цену. Я даже этой темы касаться не буду. Мне очень понравился результат. Я очень благодарна сынульке за такой подарок. Я никогда особо, ну, прям ругалась, когда он делал подарки, потому что пока человек не работает, подарки откуда? Это, значит, детство экономило на бубликах, на буфетах. То есть вот такие подарки мне, как бы, я не знаю, не принимались душой. Лучше подарок был, хороший оценок, хорошее поведение, там, прекрасное слово на родительском собрании. А вот когда стал работать, то я с удовольствием принимаю подарки, поэтому, будучи в чужом городе, учася, работая, он еще вот смог мне подарить такой подарок. Я просто была счастлива. Мне очень-очень понравилось. Вода течет очень реалистично, прям так стекает. Действительно, очень много бэкстича. Я думала, я сойду с... Ну, вот меня видите, меня чем ближе показываешь, тем хуже. Очень много французских узелков. Давайте попробуем. Они, конечно, делают свое дело. Они буквально везде, французские узелки, и в цветах, и вот пена в воде тоже. Цветочки. Вроде сфокусировал. Потрясающе красивое небо. Потрясающе красивый домик. Вот эта тропинка, я не знаю, она в какой-то эффект 3D. Прям я как только отшила этот лист, но буквально вот прежде, чем начать вышивать, пройдусь по этой тропиночке. Такая извилистая, красивая, вся в цветах. Ну, очень-очень мне нравится. Где-то много французских узелков, где-то мало, но они делают свое дело. И очень картиночку оживают. Оживляют, правильно сказать. Вот. Наверное, лучше-то я и не покажу. Очень мне понравился результат. Устала я, конечно, жутко. Получается, что у меня вот две больших работы за год. Я обычно не делаю обзор работы вышитых за год. Вот у розы и вот это. И немножечко отдыхалочек. Но эта работа просто тоже будет относиться к тем, которые вызывают у меня гордость. Потому что, ну, есть чем гордиться, я хочу сказать. Наборы этой фирмы я больше покупать не буду. Потому что, так как у меня устали глаза от схемы, у меня не уставали они ни разу. Ни у какой, ни от какой фирмы. Нет наборов, никаких больше фирм. Вот так у меня глаза не уставали. Если производители услышат и немножечко подкорректируют схемы, то да. А так вообще работать именно с этим предателем мне понравилось. Они, говорю, так откликнулись на... Но они исправили, в принципе, свою же ошибку. Потому что сначала у меня прям буквально... Я даже расстроиться успела. Потом оказалось, что все легко и просто. Когда я показала, доказала, что у меня есть набор. Все, может быть, даже можно было не показывать, не доказывать. Я написала, попросила о помощи. И они мне прислали. Небо такое красивое. Почему оно мне такое блекло, я не знаю. Ну, набор очень яркий. Когда я в багетку понесу в ближайшее время. Потом покажу. Может быть, будет другое освещение. Хотя, куда уж еще это лучше. Вот. И потом покажу. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Что были со мной. Большую работу, наверное, в этом году я больше начинать не буду. Я, наоборот, спешил закончить к концу этого года. Чтобы она уже была оформлена. У нас до трех недель иногда в багетке работы бывают. Сейчас посмотрим, сколько я уже давно там не была. Вот. Так что еще раз хочу сказать спасибо огромной сынуличке за такой подарок. Мне очень нравятся. Вот цветы особенные. Мне все нравится. Детально, если рассматривать. Бэк, конечно, меня чуть с ума не свел. Потому что у нас только все детально. И порог, и вот эти, как сказать, петли у двери. Да, вообще-то вот. Это все... Ну, не знаю. Я люблю бэк, но в умеренных количествах. А его было слишком много. Соломники на крыше. Сама крыша. Все это... Да плюс еще не ровно. А вот надо было все это как-то отрывисто, порывисто. Эти трубы. Вот каждая деталь. Я уж молчу. Фонарик. Кстати, фонарик. Тут видно, не видно. Я металлизированную ниточку. Типа горят фонари. Металлизированную. Да, чуть-чуть видно. Металлизированную ниточку проделал, чтобы у меня фонари горели по-взрослому. По-настоящему. Ну, вечно я что-нибудь придумаю. Так что вот так. Очень довольна я работой. Очень довольна я результатом. Стараюсь красиво оформить. Творите. Пусть у вас все получается. Живите в удовольствии. Делайте абсолютно все в удовольствие. И даже если, допустим, как и я, не очень любите бэк или французские узелки. Ничего. Тихонечко, потихонечку. Я даже вот ушла вообще в себя на несколько дней, чтобы эту работу закончить. Я бы лучше, наверное, еще один лист крестик отшил, когда висок и здесь в их стечении французских узелков. Но я себе твердила, что я их люблю. И сама даже в это поверила. Всего самого доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok